Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз» Программа «Беседы с батюшкой» в студии Сергей Юргин Сегодня у нас в гостях клирик Иванова Вознесенской епархии И рамунах Макарий Маркиш Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей Здравствуйте, дорогие телезрители Господь благословит Сергей Александрович Приветствую вас всех Батюшка, сегодня предлагаю вам поговорить О молодежном служении в церкви Очень рад Батюшка, вот буквально только что Вы вернулись с молодежного образовательного форума Федоровский городок на Ладоге Расскажите, что это за мероприятие Какие задачи перед ним ставились Очень интересное мероприятие Оно локальное было Организовано Санкт-Петербургской епархией Делом молодежного служения Русской православной церкви И администрацией Властями Ленинградской области Но присутствовала, участвовала в этом гиле добром Молодежь и духовенство Просто со всей России и прилежащих государств В Белоруссии до Якутии Вот мне это было очень приятно Принять участие тоже в этом форуме Тут соединились два молодежных съезда Два молодежных лагеря Один называется Ладога Организован гражданскими властями Администрацией Ленинградской области Отделом молодежной работы Ленинградской области И Фёдоровский городок Это уже дело Санкт-Петербургской епархии Уже, наверное, сейчас не Санкт-Петербургская А Санкт-Петербургская метрополия уже, скорее бы сказать И удалось, благодаря контактам С общественным и церковным государством Объединить эти два лагеря Получился результат очень впечатляющий Добрый результат Потому что лагерь сам не очень большой Несколько сотен человек Порядка 500-400 Из них около 100, может быть, чуть меньше Составлял так называемый Фёдоровский городок Но тут, может быть, некоторое недоумение Ладога – это его название Этого молодёжного лагеря Расположен он был не на Ладожском озере, а на Финском зале Между Петербургом и Выборгом Место прекрасное Хороший пансионат Там одновременно были отдыхающие Просто обычные люди с детьми Или без детей И вот эта молодёжь Сосуществование было вполне мирное Никто никому особенно не мешал Так мелкие были, может быть, какие-то неприятности А в целом Очень дружелюбно, миролюбиво И вот контакт нашего православного форума «Фёдоровский городок» И более широкого съезда молодёжи под названием «Ладога» Прошёл, на мой взгляд, очень-очень успешно Какое количество участников было на этом форуме? Представители каких стран там были? Из нашего, как бы сказать, Фёдоровского городка Я просто видел белорусов Украинцы были, значит, люди из Украины И у нас по Российской Федерации Духовенство и молодые юноши и девушки Из очень-очень разных мест Вот Восток крайний Мы с ним даже в одном номере были Это был мой тёзка тоже, германах Макарий Из Якутии А в основном, конечно, из более близких мест Из епархии Центрального федерального округа С Северного Кавказа И, как разумеется, и Петербург, Санкт-Петербург И Ленинградской области То есть, по сути, это международный форум? Он международный, он общероссийский Но организован силами локальными Силами Санкт-Петербургского духовенства Епархии Выборгской и Приозерской Правящим архиереем которой Как раз является владыка Игнатий Руководитель молодёжного отдела Нашей московской патриархии С каким-то другим форумом можно его сравнить? Чтобы нашим зрителям было понятно Ну, кто знаком, может быть, с Селигером С форумом гораздо более обширным И мощным уже федерального значения Который проводится не первый год И в этом году, насколько я понимаю, тоже Вот здесь есть интересное сопоставление Там тоже у нас в Селигерском лагере В Селигерском съезде тоже была православная группа В прошлые годы я участвовал в ней Но сам Селигерский форум гораздо более обширный Буквально раз в десять Православная группа там, в детском смысле, была затеряна Ну, и условия жизни были более, я бы не сказал, спартанскими Но менее организованными Люди живут в палатках, огромное пространство Лес, так сказать, на километре, на полтора километра Заставлен палатками Молодые люди сами себе готовят пищу на кострах У них это получается по-разному Сейчас, кажется, последние годы рассказывали, что уже тоже Централизованное питание Селигер, ведь какая особенность? Там ребята не спортивного направления Не туристы, не специалисты по выживанию в трудных условиях Это люди, занимающиеся культурной работой Просветительской, предпринимательской, политической, всякое другое У них, может, не очень хорошо-то получалось Варить пищу на костре в условиях проливного дождя В отсутствии нормальных дров А здесь, конечно, кормили нас прекрасной столовой Жили в корпусах пансионата Тепло, сухо, так сказать, все это удобно И благодаря этому очень успешный взаимный обмен Просветительские лекции Встречи с крупными деятелями нашими политическими Чиновниками Ленинградской области Владыка Игнатий приезжал Тоже была очень интересная встреча с ним Взаимные всякого рода виды обмена Беседы, дискуссионные клубы Проводили несколько вечеров подряд Работа многообразная На мой взгляд, очень позитивная Батюшка, а лично вы с какой миссией туда ездили? Ну, я был приглашённый представитель нашей Иваново-Звестинской епархии Фёдоровский городок Раслал приглашение духовенству молодёжи разных уголков, как я сказал И мне довелось просто представлять Иваново-Звестинскую епархию Но помимо представительских функций, конечно, и просветительские, и просто конкретно работа с молодыми людьми В основном, что мне приходилось делать, проводили мы так называемые дискуссионные клубы Семейная жизнь, отношения полов, брак Всевозможные вопросы личной и общественной морали То, что молодёжи действительно интереснее всего И актуальнее всего Это очень важно для молодых людей, юношей и девушек Возраст, там, 18 лет и старше Твёрдо стоять на христианской основе В своей оценке вот этих вот Общеизвестных и не таких простых Вопросов личных отношений Отношений полов Когда юноша или чаще девушка Говорит, вот у меня вот кажется Или у меня вот такое чувство Я вот привыкла так вести себя Имею в виду нравственное поведение Это, конечно, неплохо, что она так к себе привыкла Гораздо надёжнее и правильнее И для неё, и для него, и для всех остальных Вернее, будет сказать Так устроена жизнь человеческая Такова норма человеческой цивилизации Даже в отрыве, может быть, от православия Таковы нормы цивилизованных отношений Между полами, между мужчиной и женщиной И это звучит по-другому И это гораздо лучше доходит до окружающих Вот об этом у нас речь и шла Брачка, ну вы как монах Вам удалось донести всё же Семейные ценности? Я надеюсь, что да Ну, я хоть и монах Но, например, так же сказать Как, скажем, в мирное время Какой-нибудь офицер или полковник Рассказывает солдатам или офицерам Об особенностях военных действий Это не требует служа открывать огонь Стрелять из пушек Вот, примерно так же и монах Может рассказывать О особенностях отношений полов Не будучи сам Не принимая в них участия Брачка, ну как вы считаете Цели и задачи, поставленные Перед этим форумом Были достигнуты всё же или нет? Я считаю, да Именно образовательская сторона Просветительская сторона Сторона, связанная с общением Молодёжи друг с другом Общение молодёжи Православной молодёжи Друг с другом Разных регионов Разных, просто разных мест И, я думаю, даже более может важно Общение молодёжи Православного лагеря С другими юношами и девушками Которые приехали туда Не имея никаких специальных Религиозных задач Или убеждений Ну там у них направления были Культура, искусство Предпринимательство Волонтёрство Молодёжное правительство Вот эти все стороны молодёжной работы Которые сейчас в нашей стране Так сказать, стимулируются Вошли в контакт с православной молодёжью Я думаю, что это было очень полезно Хотелось бы поговорить ещё и О общем молодёжном служении в церкви Как известно Сейчас в церкви входят в основном Люди среднего и старшего поколения Молодёжи в церкви не так много Что нужно сделать в церкви для того Чтобы молодёжь всё же привлечь в церковную ограду? Вот этот вопрос, это, конечно, очень сложный И актуальный И когда мы говорим Привлечь в церковную ограду Я сам бы хотел привлечь молодёжь в церковную ограду Но тут надо быть немножко более аккуратным Всё-таки церковь-то служит не для привлечения Театр, кино Там какой-то молодёжный клуб в конце концов Какое-то благотворительное дело Не знаю, там, спортивные занятия Политические, общественно-политические движения Всё это честно и откровенно могут говорить Да, мы привлекаем молодёжь Церковь сама по себе Вот как таинственное тело Христова Ну, оно существует Две тысячи лет И говорить, что церковь Ставит задачу привлечения молодёжи Тут не совсем точно Можно сказать, что церковь Корректирует свою жизнь Как-то улучшает условия Для прихода молодёжи Для рассеяния, недоумения, недоразумения Всякого рода прямого невежества Даже в молодёжной среде Это всё очень верно Очень необходимо Но специально Церковную жизнь как-то менять И модифицировать Для того, чтобы привлекать молодёжь Не совсем точно Церковь, будем говорить так И существуют посреднические Какие-то средства Средства Которые позволяют молодёжи Более активно, успешно Содействовать церковной жизни Прежде всего, конечно, просвещение Прежде всего, просвещение Учебные заведения Разного рода учебные Такие вот формы Как мы только что говорили Средства массовой информации Телевидение Интернет Едва ли даже не В первую очередь Вместе с телевидением Печатные средства массовой информации Книги Благотворительная работа Как я говорил Природоохранная работа Все эти Околоцерковные мероприятия Околоцерковные действия Вот они-то как раз И привлекают молодёжь к себе И через себя Проводят в церковь Это служит как бы мостками Прохода молодёжи Уже действительно К телу Христову К таинствам церкви К евхаристическим общинам И вот это, я думаю, и есть Магистральная работа Когда Вот владыка Игнатий Приезжал к нам в лагерь Он как раз примерно Об этом и говорил Делился опытом положительным Нашей церкви Наших молодёжных организаций И отрицательным опытом Который он наблюдал За рубежом Как инославные церковные Религиозные группы Может, движимы лучшими побуждениями Совершенно теряют Христа В своих каких-то попытках Понравиться молодёжи Просто превращаются в какие-то Странные Бессистемные И почти не христианские Какие-то действия Которые вызывают только Смущённую 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 улыбку Можно говорить так Со стороны людей верующих И наблюдающих это со стороны Вот Это существенно Чтобы у нас ничего подобного не было Когда мы, например Ну вот можно что сказать Что-нибудь совсем простое Совершаем Богослужение Вот в нашем молодёжном лагере В Фёдоровском городке Один день Всего неделю Она длилась Это наш лагерь И в субботу вечером Мы совершили Богослужение В большой палатке В шатре Совершили воскресное Богослужение Воскресное Всенышное Так сказать Немножко сокращённым чином Конечно Но Полное Такое Полнопрофильное Богослужение Воскресное Этого служения Не было никак Приспособлено Под молодёжных Под молодёжных Участников Он был самым Обыкновенным Люди Которые Ходили вокруг нас Конечно Никто не зазывал Никто не привлекал Никто не бил Там в бубен Или в барабан Здесь была Кстати Звонница колокольная Благодаря Одному из Производителей Колоколов Привезли Ну На началах Благодарительных Вероятно Несколько колоколов Составная была Звонница И мы Эти колокола Звонили Но никаких Специальных Мер для Привлечения Молодёжи Не было Предпринято В результате Ну Будем говорить Прямо Из неправославных Участников Лагеря Не так уж Много было Вообще Я не помню Много ли было Людей там Из Не нашей группы Но они смотрели На нас Они видели Что такое молитва Они могли Прикоснуться К чину Православного Богослужения Что-то увидеть Что-то услышать Создать вопрос Получить ответы Получить Какие-то Справочные Просветительские Материалы И вот это Очень важно Такого рода Опыт Проведения Богослужений Миссионерских Богослужений Он и прописан В миссионерской Концепции Русской Православной Церкви И он Весьма важен Мы В нашей Ивановской Метрополии Иваново-Зисенской Епархии Тоже имеем Такой опыт Проводили мы Божественную Литургию Под открытым небом Буквально И в этом году И в прошлом И это Такой знаете Вот Действительно Золотая середина Мы не прячемся Мы выходим К людям Мы выходим Навстречу людям Молодежи Но мы Никак не Подлаживаемся Под чужий вкус Церковь Остается Церкови Миссионерское Богослужение Вот Очень хорошая Формулировка И как бы Сказать Формат Такого Такого Служения Которое Предназначено Для того Чтобы открывать Дверь в церковь Скажем Чтение Священного Писания Можно проводить На двух языках По церковному Славянски И с переводом На современный Русский язык Проповеди Произносить Не один раз А может быть Чаще Во время Богослужения Причем Проповеди Ориентировать Именно на Людей Малоопытных Проначивающих Только Своё движение К церкви Раздавать Литературу Брошюры Листочки С текстом Молитв С каким-то Пояснениями Вот Эта система И работает Можно от многих Молодых Людей Услышать О том Что Мы и так Знаем Как нам жить Мы Взрослые Мы Не хотим Слушать Ваши проповеди Ваши морали Сами знаем Чем жить И вообще Ваша религия Это религия Запретов Вам Это нельзя Делать Это нельзя Это нельзя Что таким людям Вообще Можно сказать В ответ Ну тут видите Ваши Вот Характеристики Такого Оппонента Сходятся Два качества Одно качество Очень Ну будем говорить Прямым языком Русским Греховное А именно Самоуверенность Самодовольство Чтобы не сказать Наглость И невежество Когда человек Говорит Что я мол Все знаю А вы все Мне незачем Не нужны Но это К сожалению Признак Проявления Греховных Качеств Человек А с другой Стороны Здесь же Фигурирует И совершенно Естественное Качество Которое Нельзя называть Греховным А просто Недосадное Качество А именно Недостаток Информации Недостаток Знаний Эти знания Можно получить А вот Это как раз Есть наша задача Видите Мы не можем Самодовольного Наглеца Так скажем Грубо Взять Через колено Переломить И сказать Ну сейчас Ты будешь Похож на Ангела Это невозможно Сделать Но мы У нас Да это и Церкви Необходимо Это очень простой В 90-е годы Сектанты Некоторых Групп Особенно Ведут Свою работу Но Я не встречал За те годы Что я В ванной Северной Епархии Не встречал Ни одного Человека Кто бы Спутал Сектанта С православ И это Уже Неплохой Знак Люди Жалуются Люди Пытаются Как-то Ограничить Их Деятельность Пишут Жалобы В правоохранительные Органы Тель Стольной Меры Успеха Но с православ Их Никто Не путает Батюшка А можете Рассказать Об успехах Миссионерской Работы В церкви Я Сам Выполняю Задачу Нашей Иваново-Зисинской Епархии Информационной Службой Руководством Информационной Службой Информационным Отделом Иваново-Зисинской Епархии Поэтому Та сторона Миссионерства Которая Относится К Средствам Массовой Информации К информационной Работе Вот Открыта Мне В наибольшей Мере Я могу Рассказать Вот даже По нашему Федоровскому Городку Где-то Откуда я Только что Приехал Как вы Только что Мы с вами Говорили О Миссионерской Работе В информационной Среде В интернете В частности В которой Мне Приходится Тоже Участвовать Именно Как Представитель Информационной Службы На Федоровском Городке Был Представлен Один из Миссионерских Проектов Интернета Под названием Таким Простым Названием Батюшка Онлайн Эта Служба Батюшка Онлайн Часть Социальной Сети Вконтакте Священники Отвечают На вопросы Корреспондентов Читателей Зрителей Интернета Повсеместно Это Ни нами Изобретено И Ни сегодня Придумано Но вот Одна Молодая Девушка Из Екатеринбурга Устроила Такую Службу Непосредственно В сети Вконтакте И получился Довольно Такой Действенный Эффективный Миссионерский Проект Почему Миссионерский Потому что Сеть Вконтакте Объединяет В виде Людей Отнюдь Не только Православных И Читатели Зрители Пользователи Этой Сети Вконтакте Узнавая О Возможности Прямого Контакта Со Священнослужителями Очень часто Этой Возможности Пользуются Группа Эта Батюшка Онлайн В Сети Вконтакте На сегодняшний День Насчитывает Что-то Порядка 34 тысяч Человек Немало И посещаемость Этой Группы Тоже Очень Велика А со стороны Духовенства Кто дает Ответы Около Ну Там 50 Может быть Меньше Около 40 Человек Духовенства Опять-таки Из России Из Украины Из Белоруссии Даже из Других Зарубежных Стран По-моему Из Соединенных Штатов Кто-то из Германии Ну по-русски Разумеется Все это идет Но Охват Величивается Растет И мы Видим Здесь Такое Как бы сказать Действительно растущее Присутствие Православия В медийной среде В целом В среде интернета В частности И как раз Об этом-то В общем И В этом направлении Церковь рекомендует Двигаться Расширяя Свои Информационные Присутствия В разных Средах Не сосредоточиться На чем-то Одном Вот мы сейчас Будем издавать Одну замечательную Православную газету Лучше все Другие газеты Нет Совершенно не так Мы лучше будем Издавать 10 разных газет Или 100 разных газет Или 100 разных интернет-сайтов Откроем И посмотрим Как они будут Друг с другом В хорошем смысле Слово Конкурировать То есть Сотрудничать Лучше из них Будут занимать Достаточно Привлекать Внимание Людей Хучше будут равняться Получше Корректировать Своё Движение Будут все разные В одних В одних В одних Будут более Так скажем Ну Интересы Догматические В других Более Исторические В третьих Более Литургические В четвёртых Более Правственные Относящиеся К повседневной Жизни И так вот Сотрудничество Этих вот Информационных Ресурсов И приводит К росту Интереса К росту Информированности Населения В области Православия Ведь Понимаете В чём дело Сплошь и рядом Опять-таки По опыту Молодёжной Работы Молодёжной Информационной Работы Мы видим Что недостаток Информации От церкви Обусловлен Ну Будем говорить Прямо Неким Доминированием Суеверий Об этом писал Владыка Лунгин В своё время Очень Очень Так Жёстко О том Что суеверия Предрассудки Я помню Эту цитату Из его Одного выступления Представляют собой Едва ли не Главное Препятствие На пути Распространения Православия Как вы только что Сами сказали Вот молодой человек Говорит О нет Я в церковь Не пойду Там Всё запрещено Откуда он взял Что запрещено Что за вздор А ему кто-то Видно значит Внушил Ему чаще Ей Какие-нибудь Бабушки Или тётушки Что-то Знаете Мозги Закомпостировали А вот чтобы Раскомпостировать Человек Раскрывает интернет И пишет Вот мне Священнику Бадюшка Правда ли что Там Ну там Не знаю В церкви Там строго Запрещено Не знаю Там левой рукой Ставить свечку Ну что-нибудь в этом роде Отвечаю Нет Не правда Предрассудок Суеверия Борьба Суеверия Наша задача Вот я вам объяснил И вы теперь объясняете Там другим Например Самое что-то простое Примитивное А этих суеверий Предрассудков По мере Моей работы В информационной среде Я их вижу Действительно Разнообразие Совершенно Необъятное И От нас требуются Необъятные Постоянные усилия По рассеиванию Предрассудков Распространение Понятия о том Что такое церковь И кто такое Христос И почему мы православны Возможности есть Возможности есть всегда Успех Я вижу этот успех Я вижу прямой успех Когда люди Пересылают вдруг письма Спасибо вам Спасибо Там группе Вконтакте Спасибо вашему сайту Спасибо вашему Благодаря вашим ответам Мы что-то узнали Что-то прояснили Там и так далее Это и есть успех Это и есть живой успех Не, ну согласитесь 34 тысячи подписчиков Это Очень мало Для Даже Если взять В целом Общее количество Населения В нашей стране Согласен Согласен Самого себя не много Но Через этих людей Распространяется Живое слово Живой контакт С церковью Каждый из них Каждый из них Что-то прочитывая Что-то узнавая Служит носителем Распространителем Неких очень важных И формальных истин И даже Ну будем говорить Эмоционального Какого-то заряда В своей среде В своей среде Если это Большинство Молодые люди Конечно Вконтакте Это Тоже я уже Начал разбираться В этих соцсетях Одноклассники По-видимому Объединяют Более Пожилых людей А Вконтакте Более молодых Так вот Эти молодые люди Общаясь Со свящедуховинством В сети Вконтакте Служат Некими катализаторами Зернами Кристаллизации Знаете Как Кристаллизации Насыщенных Растворах В своих Средах Соответственно В студенческих Группах Где бы они Там не находились Поэтому Я вижу Все-таки Магистральное Направление Церковной Работы С молодежью И церковной Проповеди Церковной Миссии В основном В средствах Массоинформации Может быть Не единственное Магистральное Но одно Из магистральных Направлений Скажите А какие есть Проблемы В миссионерской Работе Работе С молодежью Опять же Я вижу Основную Проблему На сегодняшний День Нехватки Ресурсов Живой Нехватки Ресурсов Церковь Русская Православная Церковь Сегодня живет Как бедный Человек От получки До получки Я не знаю Мы с вами Я монах Вы наверное Тоже Все у вас Обеспечение Существует Но вот Поколение Наших родителей Бабушек Дедушек Вот так вот Они жили И заработал Потратил До получки Не хватает Пяти рублей А надо купить Детям макарон Вот примерно Так сегодня Живет Православная Церковь Вот сколько Средств Есть И они Тратятся Раз Кончились Куда Не денешься Нету денег Нету денег Мы молодежные работники Скажем Начали что-то Они делать Какой-то там Проект Реализуют Хоп Деньги Кончились Все Останавливается Может быть Молодежь и не идет И поэтому В церковь Потому что Все сейчас Жить хотят Красиво Это немножко Другая сторона А те Кто уже Хотят Красиво Жить И это Их Как бы Сказать Жизненная Цель Ну С такими людьми Прямо скажем Мне еще интересно Работать Я вот Говоря о Федоровском Городке Было интересное Там мероприятие В двух словах Расскажу Некое Организовали Не Это не Федоровский Городок Организовал Организовал Лагерь Ладога Общегражданский Неправославный Лагерь Организовал Некую Телепередачу Как они Назвали Ток-шо По теме Можно ли быть Молодым И успешным В Ленинградской Области На сегодняшний день Речь там В основном Шла об экономике Предполагалось Взаимодействии Властей И малого Бизнеса Малых Предпринимателей Малых предприятий Как молодые люди Там открывают Свои какие-то Проекты Какие-то Предприятия Как им трудно Пробиваться Через Бюрократические Преподы Вот Такая Знаете Прозаическая Очень тема Всего этого Всего этого Всего этой Телевизионной Передачи И нас там Было всего Три человека Представители Нашего православной Группы Федоровский городок Я был Приятно Удивлен Что Это Телепередача Которую Ток-шоу Которую Возглавлял Какой-то Телеведущий Достаточно Человек Ну так скажем Знаете Будем говорить Оппозиционного Направления А если бы Сказать Грубее То Совсем Грубо Сказать Хамского Направления Вот Он Никакого Успеха Не имел Он Говорит Ну Надо же Просто Заработать Денег Ну Это Быть Успешным Это Значит Быть Богатым Говорит Ничего Подобного А с чего Это Взяли Вы что Успех Мерите Рублями Копейками Других У вас Критериев Нет И это Были Люди Не Обязательно Федоров Не Федоровского Городка Не Православные Участники Которые Там Умеют Какие-то Заранее Определенные Духовные Постулаты Это Были Просто Обычные Молодые Люди Которые Приехали Вот Этот Форум Со Со своими Какими-то Проектами Со своими Идеями Со своими Планами И они Объясняли Этому Не очень-то Умному Телевизионщику Что успех Измеряется Совсем Другим Что мы Живем Все в Одной Стране Что это Наше Общее Дело И что Наш Успех Это Успех Общего Дела Успех Возобновления Возрождения России Русского Образа Жизни Успеха Нашей Страны И успеха Нашу Общину Вот Так вот Значит Мы говорим О Молодежи Которые Участвуют В церковной Жизни Нормальная Молодежь Нормальные Люди Не инвалиды Не нравственные Уроды А просто Люди Недостаточно Информированные Которые Еще не пришли В церковь Они могут Прийти В церковь Они могут Прийти Вопреки Разного Рода Материальным Трудностям Но Когда эти Трудности Становятся Препятствиями К реализации Каких-то разумных Добрых дел Они замирают Ну как костер Понимаете Разожгли А дров нет Он погаснет Вот эти дрова То и нужны И Вот у нас Наши Предприниматели Состоятельные Люди И просто Разного рода Жертвователи Достаточно Много И щедро Жертвуют На строительство Храма Реставрацию Возобновление Росписи На стенах Покупку Отнюдь Не дешевые Церковные Утвери Все это Очень хорошо Понятно И Как бы Доход чего До людей Эти средства Есть А вот Просто у нас Еще нет Навыка Жертв Жертвенной Жертвенного Служения Именно На Миссионерской Ниве Когда Какой-нибудь Ну состоятельному Человеку Идет Настоятель Или архиерей Или кто бы Нибудь Скажет Иван Иванович Вот просим вас Например Пожертвовать Нам Не знаю 100 тысяч рублей На покупку Какого-нибудь Большого Колокола Ну тот Это сделает А если Скажет То же самое Иван Иванович Условно говоря Скажет Знаете Нам надо Те же 100 тысяч рублей На То чтобы Направить Молодых Людей На Какие-нибудь Там Просветительские Курсы В Москву Им надо Поехать Тут уже Как-то это не звучит Уже Это не так Для него Будет Как бы Привлекательно Уже Не с той Энергией Люди будут Не с той Готовностью Люди будут Жертвовать Средства На Просветительскую Работу На Образовательную Работу На работу Духовных Учебных Заведений Просветительских Центров Требует Тех же Самых Материальных Средств А наша Церковь Их лишена Наши коллеги Наши Единоверцы Таких стран Как Румыния Болгария Греция Я уж не говорю Про Грецию Или та же самая Финляндия Имеют Давние Материальные Ресурсы Которые Церковь Накапливала В течение Столетий Либо Церковь Сохранила С собой Эти материальные Ресурсы Либо Они были И возвращены Либо Как вот Например В Румынии Где мне пришлось Быть Года два Назад Государство Государственная Власть Активно Финансирует Церковную Жизнь В нашей Стране К сожалению К сожалению Я говорю Определенно Этого Не происходит Если государство И участвует Финансовым Образом В церковной Жизни То это Обычно Лишь восстановление Крупных Архитектурных Исторических Памятников Конечно Храм Христа Спасителя Церковь Своими силами Не смогла бы Построить Так же Как восстановить Новый Иерусалимский Монастырь Под Москвой Или где бы то ни было Еще Но Провинциальные Семинарии Где учатся Люди Православные Люди Которые способны Научившись Стать Священниками Катехизаторами Педагогами Регентами Кем угодно Кто наполняет Собой Церковную Жизнь Такая Провинциальная Семинария Нуждается В государственной Поддержке Не в меньшей Мере Может быть даже В большей Чем строительство И восстановление Огромных Исторических Архитектурных Комплексов Это очень важно И по какой-то причине Пока еще Мы не можем Этого Получить Но Я надеюсь Что процесс идет И норма Будет восстановлена Ну это вы правильно Сказали О том Что не хватает кадров Но ведь кадры Их же нужно растить Да И действительно Может быть Нужно инвестировать Как раз В образование Молодежи Потому что Ну Если Не растить Подрастающее Поколение Старое поколение Уйдет И Разумеется Сто процентов Никто не придет Но чтобы инвестировать Что-то Это что-то Надо иметь Если Римокатолическая церковь Имеет у себя Материальные ресурсы Накопленные в течение Дух тысяч лет Им есть что инвестировать Если православная Русская православная церковь Все материальные ресурсы Которые у них были За тысячу лет Потеряла Все В большевистские времена Ну что же нам инвестировать Ну сейчас В то же время Процесс действительно У нас Как-то начался Церковь получает Назад Недвижимое имущество Здание Сооружение И Будем Смотреть Рассчитывать На то Что и появится Возможность инвестиций Расширения Присутствия церкви В образовательном пространстве В медийном пространстве Во всей социальной жизни Но ресурсы Людские ресурсы Материальные ресурсы Безусловно Есть вот этот вот Сдерживающий фактор Вот возьмем Вот храм Скажем Какой-то Приход Хорошо бы там Чтобы был человек Который вел молодежную работу Этот человек Может быть сам Достаточно молодой У него должна Наверное Семья есть Он наверное хочет Эту семью кормить Как-то Правда Если у него есть дети Значит он должен Детей воспитывать Жена может дома Сидеть с детьми И на миславе Он должен получать Неплохую зарплату А где ее взять Ну вот вам пожалуйста И даже вот она может быть Сегодня Даже его будут пригласить На работу А он подумает Так Ну сегодня они Мне будут платить Я со своей работы Уволюсь Сюда приду Полгода поработаю И скажу Любезный друг Ты знаешь Сейчас деньги кончились Так что прости И не пойдет Вот В начале нашей программы Вы опять же говорили О том Что Церковь Не преследует Такие цели Чтобы завлечь Молодежь Именно Но в то же время К примеру Святейший Патриарх Кирилл Не так давно Принял решение Чтобы в каждом Московском приходе Посадить Социального работника Миссионера Но ведь Опять же Этих людей Надо где-то брать Совершенно верно Совершенно верно И не только В Московском приходе А насколько я знаю По всей Русской Православной Церкви Во всяком случае В нашей епархии Иваново-Вознесенской И во всей нашей Метрополии Ивановской Молодежные работники Катхизаторы Педагоги И социальные работники Должны присутствовать Во всех городских приходах И по возможности В сельских Даже такой маленький приход Городской Которым я настоятель И то Там уже есть И педагог-катхизатор И социальный работник И я надеюсь Вот я сейчас вернусь В Иваново Будем принимать на работу Молодежного работника Но Если я вам сказал Какие зарплаты Они получают То вы бы Наверное Мне не поверили Люди Это пенсионеры Которые имеют Иные источники дохода Которые имеют пенсии Или там где-то еще И они по существу Работают так Если попросту сказать Работают бесплатно Потому что эти Это штатные единицы Действительно Но те оклады Которые там есть Они служат Скорее символическую роль Полную А хотелось бы Чтобы они были Не символические А как вы смотрите На то Чтобы К примеру При церквях Организовать Спортивные клубы Может быть даже фитнес Какие-то центры Может быть Кружки С другими Какими-то интересами Без сомнения Это Один из Путей Распространения Распространения Церковной жизни На все остальные Сферы бытия Почему бы и нет Если церковь Служит Некоторым Храм Будем говорить так Почнее бы сказать Приход Приход служит Ядром Общественной жизни То почему Это и общественная жизнь Почему У нем не будет места И спортивным Какому-то Не знаю Залу Или Студии искусств Или Учебному классу Там В любой области Иностранных языков Мы например вспомнили В нашем молодежном центре В Иванове При кафедральном соборе У нас там есть Глуб иностранных языков Небольшой У нас там есть Видеостудии У нас там есть Киноклуб Молодые люди собираются Просматривать Кинофильмы Но это кафедральный собор Все-таки Это главный собор города А хотелось бы Опять Чтобы такие Просветительские центры Были в каждом приходе И в непосредственном И в сельских Тоже Потому что Это Вот мы говорим О возрождении села Возвращении людей к земле И вот это Между прочим И было бы Мощным инструментом Для того Чтобы человеку Ну в наше время Автомобиль Есть у многих Дороги проложены Пожалуйста Может купить дом В деревне В 20-30-40 километрах От места своей работы Жить там С удовольствием С радостью На прекрасных условиях И ездить на работу На В областной центре Или в районный центр Все это возможно Ну если эта деревня заброшена Если там вместо храма Ну как руина Или даже допустим Не руина Там только про службу В воскресный день Собрались Помолились И разошлись Человек не чувствует Что это место его жительства Что это та земля На которую он вернулся А когда Начинает Христианская жизнь Приходская жизнь Соединяться С жизнью общественной С жизнью просветительской С жизнью культурной Ну да С жизнью спортивной Почему бы и нет Физическая культура Это есть культура Часть культуры Уже совершенно другой взгляд На Как бы сказать На это место На самое бытие Семьи, человека В этих условиях Прекрасно Помню Как я был в Румынии Опять-таки Воспоминаю Шоссе идет По Таким Сельскохозяйственным Землям Похожи на нашу Деревушки Я уже не скажу Хотора Но деревушки небольшие Каждой деревушке Храм Причем видно Что он Ремонтирован Прекрасно выстроен Блестит Новизной И как-то спрашиваю Ну а откуда же средства Ну как Государство Ну помогает Ну что ж Нужно Потому что если Государство заинтересовано В социальном мире В развитии В сельскохозяйственном развитии В социальном развитии Какому угодно Конечно Значит необходимо Помогать церкви Строить храмы И финансировать Финансировать их Нормально уже Даже у нас В Российской Федерации В условиях Ну будем говорить Прогрессивных условий В хорошем смысле Этого слова Прогрессивных Белгородского Пожалуйста Был там Довольно давно уже Построен храм Деревня Село Ну не деревня Село все-таки Село Построен храм За счет Областных средств Архиерей Владыка Иоанн Освещал его И в этот же день Вот они осветили храм И они прошли Вновь построенный клуб Ну он конечно Немножко отдельно От храма существует Но как бы Функционально Близок При храме Ну не совсем при храме Что это село Там все близко Но это Усилиями Областных властей Построен храм Построен клуб И тут же молебен На открытии клуба Совершает То же самое Владыка Иоанн Приятно И радостно А еще приятнее И радостнее Что это был Такой праздник И ни одного Пьяного лица Там не было Вы уже сказали О том Что есть Положительный опыт Ивановской Эпархии О Кружках По интересам Насколько он Положительный Ну пока он Вот говорю У нас он В кафедральном Соборе города Иваново Духовно-просветительский Молодежный центр Он конечно Приносит свои плоды Но у всего-навсего Это одна маленькая крупица А таких бы надо иметь Сто Понимаете И нужно бы Руководить этим Молодежным клубом Молодежным центром Наш отец-игумен Мефодий Ну он монах Он трудится там Как выполнять Все монашеское послушание А надо бы Чтобы такими клубами Руководили люди Которые получают Достойную зарплату Это их было бы дело Если сантехник Получает зарплату Если электрик Получает зарплату Если там Педагог Получает зарплату В школе Или в детском саду Так уж тем более Должен получать зарплату Человек Который работает На таком ответственном Посту в цели А не будет ли это Просто работая Служением Очень просто Вот как понять Просто Если человек верующий Если человек увлеченный Если человек грамотный Ну это конечно Работа для него Другое дело Понимаете Монахов в наше время Не так уж много Которые Рудятся Исходя из Своего монашеского послушания Не имея Практически никаких Материальных стимулов Монах Вот монах Приносящий обет Нестижание Это человек Который отказывается От материальных стимулов Но мне вот как монах Он убьет ботинки Например Нужно в чем-то ходить Я пойду в рваных ботинках К вам Наверное вы сами Меня не очень пустите Реация нужна Если человек На автомобиле ездит Значит автомобиль Надо ремонтировать Бензин им заправлять Ну как-то монах Справляется Туда-сюда еще А если это не монах Если это человек Который семья Дети Бабушка Мама Там дом Дрова Что там еще Дом нужно Квартплату Ну так что Почему же он должен Быть лишен Средств существования Какие еще задачи Стоят перед церковью В миссионерском Просветительском Молодежном служении Ну тут надо бы Упомянуть Нравственное Именно узконравственное Воспитание Об этом мы говорили Чуть-чуть выше Нравственную Компоненту Просветительской Работы Мы говорим Просветительская Работа Немножко Как-то сразу У человека Приходят на ум Какие-нибудь Программы По закону Божию Изучение Ветхого Завета Вначале Сотворил Господь Небо И землю Все это Полезно И нужно Но в свое Время На своем месте А вот что Нужно В первую Очередь И что Как бы знаете Как вот Как безводная земля Что впитывает Молодежь в себя Это компоненты Нравственные Это что Должно быть И чего не должно быть В повседневной жизни В таких серьезных Сторонах Повседневного Человеческого общения И я здесь Вот могу упомянуть Просто так вот По пальцам Перечислить Это отношения Полов Брак и семья Это Нация Патриотизм Наоборот Национализм Вот Взаимоотношения Народности Этносов Религиозных Групп Это Значит Пожалуй Даже надо добавить Отношения Экономические Отношения На рабочем месте Производственные отношения Вот эти вот Стороны жизни Их стоит На них стоит Обратить особое внимание И Здесь В каждом из этих В каждом из этих Измерений В каждом из этих Направлений Очень обо много Можно поговорить И практиковать И Большое количество Выйти поговорить Не так лекции читать Как в университете Вышел лектор Полтора часа прочитал Оделся и ушел Нет Вести какую-то Живую деятельность Если это речь идет О Межконфессиональных Межэтнических контактах Значит Смелее идти К нашим Согражданам Иных Конфессий Ну прежде всего Это мусульмане Разумеется Или наоборот Можно даже Говорить не о мусульманах А о людях Которые еще Не пришли к религии Вообще Ну мало ли Если речь идет О Там допустим Медицине О каких-то Вопросах Связанных с биоэтикой То врачи Если речь идет О Правовых Каких-то Аспектах То это должны быть Юристы Правоохранители Полиция Говоря более конкретно И проведение Каких-то совместных мероприятий С ними Бесед Диспут Вот опять-таки Нашей епархии Я говорю по своему опыту Мы уже Вот год Осень 12-го года Весена 13-го Проводили Будем проводить еще Начиная с осени 13-го года Совместный семинар С психологами И психиатрами И психотерапевтами Достаточно успешный Хотя тоже только Начинающееся дело Где сошлись люди Разных убеждений Определенным образом Никак не ограничивая себя Что здесь будут православные Так сказать Люди А больше никого Тут хода нет И вообще Кто не верит в Бога Тем дороги сюда не заказаны Ничего подобного Даже наоборот Привлекаем всех Открытый разговор Очень серьезный Полезный Интересный Планировали мы вести Конечно Видеозапись Этих семинаров Пока вот Еще все Немножко Начинается Не знаю Может быть с Нового года Будет регулярно Вестись Видеорепортажи Или видеозаписи Этих семинаров С публикацией В интернете Опять-таки Темы Как и Для психологов Психотерапевтов Боль здоровья Болезнь Семья Брак Развод Воспитание Детей Тематика Современности Еще к тому же Сексуальные извращения Которых мы слышим Очень много Особенно С зарубежных стран И вот Кстати сказать По итогам этого семинара Совсем недавно В журнале Нескучный сад Вы можете найти Публикацию Один из Психологов Участников Этого семинара Опубликовал Там материал Ну Я помогал Брал Вопрос задавал Получилось интервью Касательно Вот именно Этой Такой Не вполне Аппетитной Ну Важной Темы Можете В Нескучном саде Найти Что-то грех Или болезнь Там будет интервью Такое Достаточно большое На две страницы Вот это Реальные плоды Нашего сотрудничества Ну что ж Батюшка К сожалению Время Наша программа Уже подходит к концу Я благодарю вас За нашу сегодняшнюю беседу Но и в завершении Что бы вы хотели Пожелать нашим телезрителям Ну я уже несколько раз По-моему Этого желал Учитесь Дорогие телезрители Не экономьте на образовании Не экономьте на просвещении Ни на своем Ни ваших детей Учеба Просвещение Знания Это тот ресурс Который нам Остро необходим Всем нам И ресурс У нас для этого есть Возможности есть Господь Изобильно дает Этот Дождь Вот знаете Как В безводную пору Господь посылает Дождь И вот этот дождь Посылается Его надо Принимать Собирать И орошать Наши души Наши мозги Наши сердца И всю нашу страну Орошать Это и вот Водовое просвещение Ну и в завершении Благословите Господь Всех благословит Спасибо батюшка Напоминаю нашим телезрителям Что у нас в гостях Был клирик Иванова Вознесенской епархии И романах Макарий Маркиш Всего вам доброго До свидания Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok